В Олегминском районе прошли отчеты правительства перед населением. Какие вопросы поднимали жители в материале Елены Фаст? Обычно пустующие в субботу коридоры здания администрации района в этот раз заполнены народом. Перед отчетом члены правительственной группы провели прием населения. Особенно много вопросов, а соответственно и людей набралось кабинетом, где принимали заместитель министра архитектуры и строительного комплекса республики, заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, первого заместителя министра охраны природы и к самому руководителю группы Алексееву Петру Николаевичу. После небольшого перерыва группа в полном составе начала отчет. Население за последние годы четко понимает, какие вопросы задавать органам исполнительной власти, органам местного самоуправления на уровне районов, своим главам населенных пунктов. Понимание у населения за последние годы имеется. Население тревожит олимпинчан и состояние сетевого хозяйства и энергетики. При больших перспективах само сетевое хозяйство устарело, а это частые ремонты и как следствие отключения подачи электроэнергии. Валекинскими многодетным семьям местности Поповская выделили участки, ну, вроде-то местного события, участок выделили бесплатно государство. Участки выделили, желание многих может строиться есть, но нет инфраструктуры, ни света, ни дорог никаких. В прошлом году администрация муниципального района участвовала в конкурсном отборе, получили 7 миллионов рублей на эти работы. 7 миллионов рублей, понимаем, что это не такая большая сумма, да, из общей потребности, но надо понимать, что у нас всего было 195 миллионов рублей. Хотя потребность, да, она выше 2 миллиарда рублей, только на электричество. Да, поэтому мы направлено в пределах тех средств, которые выделяется в Министерстве Афганистана и Сталительного комплекса, вот эти вопросы решаем. Ответить положительно по каждому вопросу невозможно. Чаще всего это связано с большим финансированием. Тем не менее, пути решения прорабатываются. Елена Фаст, Максим Копылов, Сергей Лифу, НВК Саха, Олегминск. Продолжение следует...